Из-за увеличения летальных случаев от коронавирусной инфекции, нагрузка на морги Алматы увеличилась более чем в пять раз. Родственникам погибших приходится ждать своей очереди, чтобы забрать тело. Наша съемочная группа побывала в одном из крупнейших патологоанатомических бюро и увидела все своими глазами. Эксклюзивный репортаж Ануара Амангельдинова. Жизнь Егора Антошина витела буквально на волоске. В апреле мужчина заболел коронавирусом и попал в реанимацию с 80% поражения легких. Благо, мужчина смог избежать печальной участи. А вот Шурину Егора повезло куда меньше. Организм 42-летнего мужчины не смог противостоять натиску коронавируса. Я вот здесь, к сожалению, нахожусь по очень печальному случаю. Мой родственник умер от ковида, вот этой заразы, которая ходит по всей планете. Я сам знаю, прошел через это, в общем-то. То есть я был очень тяжело больной этим заболеванием. Хотел бы сказать, что реаниматологи сделали прекрасную работу. Вот им огромнейшая благодарность. Сегодня наблюдается странная статистика. Уровень заболеваемости снижается, а смертность наоборот растет. Ежедневно фиксируется больше 100 случаев. Соответственно, возросла нагрузка на морги. Только в Алматы количество проводимых экспертиз увеличилось более чем в 5 раз. К нам стали поступать умершие более молодого возраста, тем более с приходом нового дельта-штамма. Мы видим, что точкой приложения его являются не только легкие, но также сосуды, сердце и желудочно-кишечный тракт. При дельта-штамме осложнения, которые сопровождают ковид-инфекцию, такие как тромбозы в легких, в других органах и системах, развиваются намного раньше. На фоне увеличения летальных случаев от коронавирусной инфекции возросла нагрузка и на работников кладбищ. Чтобы успеть вовремя похоронить тела, им приходится заблаговременно выкапывать ямы. По словам работников западного кладбища, число похорон увеличилось в два раза. В среднем в день проводится порядка 40 погребений. Всего из-за коронавируса в Казахстане погибло более 9,5 тысяч человек.